Книга «Открытым оком». Автор Игнатий Тихонович Лапкин. Вопросы на тему богослужения. 492 вопрос. Иконы, перед которыми молимся, обязательно должны быть освящены? Можно ли самими освятить их, или это обязательно должен делать священник? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В храме все освящается, как описывается при освящении храма Соломона. Если есть возможность и есть священник, то, конечно, нужно принести в храм, чтобы он освятил. Отношение к иконам в православии совершенно неправильно. Чисто языческое и долопоклонческое. Например, входят в дом, где идет побелка. Икону убрали. Лука 10, 10 глава, 5 стих. В какой дом войдете, сперва говорите «Мир дому сему». По православному обычаю, входя в дом, нужно сначала вслух произнести молитву «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас». Хозяин отвечает «Аминь». После этого, вошедший три раза кланяется в передний угол на образа и говорит «На образа, там иконы, мир дому сему». И хозяева отвечает «С миром принимаем». На этом ритуал заканчивается. Но на этот раз православный гость икон не видит и растерянно оглядывается по сторонам и говорит «У вас и помолиться некуда». Как говорится, приехали. Это уже и смех, и грех. Иоанна, 4 глава, 23 по 24 стих. «Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истины, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине». Более того, старообрядцы признают изображение только на дереве и на металле. А это уже Терафим, а не Серафим.